добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня автомобиль chevrolet niva 2005 года выпуска двигатель 1.7 механика полный привод пробег на автомобиле 139 тысяч километров под ногами переднего пассажира антифриз все там залито и человек сказал антифриз уходил уже давно говорит все подливал подливала здесь он говорит бежит все сильнее и сильнее надо что-то делать давай разбираться смотреть но в принципе чё тут разбираться раз под ковриком значит печка либо печка либо краник либо по трубке с краника на печку взяли все запчасти счастливаем антифриз и залазим под бардачок откручиваем бардачок залазим и смотрим что нам необходимо заменить но быстрее всего заменим все на новое открываю капот открываем пробку радиатора и сливаем антифриз берем емкость ставим снизу откручиваем на блоке пробочку вот она пробочка пальцем я покажу возле датчика головка на 13 латуневая одеваем шланг и сливаем в емкость антифриз этого будет достаточно здесь даже не надо сливать с радиатора с блока сливаем уходит из патрубков которые у нас идут на краник на печку берем головку на 13 желательно шестигранную болт латунный одевая на болт и крутим подсвечник сниму маленько антифриза у нас потеряется снизу подстелил картон взял силиконовый шланг и сейчас болт выкручу в это отверстие вставлю шланг все болт конический дальше он идет легко все диаметр шланга небольшой вот видно шланг вставлен вот в блок а теперь жду когда сольется но сливается не антифриз а сливается какая-то рыжая чача вот такая вот штука шланг вывел вперед и по хорошему систему охлаждения нужно промывать и неоднократно сливаем и будем заливать новый антифриз потом уже все антифриз сбежал можно выдергивать шланг и закручивать пробочку и идти разбирать салоне снимаем все саморезы которые нам здесь мешают откручиваем вот этот боковой здесь под крышкой бардачка у нас еще два самореза и а а и и и и и и и снимаем вот этот ограничитель он скидывается просто вниз бардачка накладку боковую сняли теперь по периметру откручиваем бардачок сам пластинки пружинная гайка ослабляются надо поджимать перед тем как установить и это как это или вот и здесь на Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимаем два разъема на подсветку и на концевик Все, бардачок у нас снят Ну, видно хорошо, что бежала именно из радиатора Вся шахта в антифризе А теперь нам только остается подложить Быстрее всего, наверное, пакет Он удобнее, его распределим под хомуты, под печку И откручиваем хомуты, откручиваем радиатор и вытаскиваем Сейчас возьму пакет Воздуховодие внутри Саморез есть Выкручиваем его И убираем воздуховод в сторону Ну, а теперь пробуем поймать антифриз с патрубков Субтитры сделал DimaTorzok Все, патрубки я оба ослабил Стягиваю нижний И стягиваю верхний Патрубки шевельнулись Пошли, откручиваем радиатор Два самореза на радиаторе Немножко его вытягиваем Поддеваем его В щель Отодвигаем немножко А дальше держат патрубки Самое забавное И самое прекрасное Под патрубками Антифриза нет Ничего не бежит Поэтому Можем смело Убирать пакет И вытягивать радиатор Мешает Вверху Воздуховод Ну, надо вытягивать Под радиатором Чача бежит И вытягивать радиатор Радиатор Снизу мокрый Нижние трубки бежали Видно Но это забавно Вытащил-то я его В наглую А вот как теперь Его ставить Некоторые подпиливают Вот этот уголок верхний Тогда он не упирается В воздуховод И заходит Более-менее легко И я думаю Что мне Придется Точно так же Подпилить Эту кромочку Чтоб он зашел У нас Не царапая Сильно Патрубки целые Поэтому я их не меняю Они не раздавлены И не треснуты Радиатор Радиатор беру Фирмы АТ АТ 1060 023 Ра Вот такой вот Новый радиатор И вверху Вот эту вот кромочку Немножко уголок Я срезаю Сейчас срежу Покажу Вот Уголочек срезал Направляющий паз Я не трогал Поэтому воздух Там выходить И заходить Не будет Только Опорную площадочку Маленько подрезал Сейчас вытираю Внутри Остатки Антифриза Грязи И будем устанавливать На место Наклеиваю Поролон На радиатор По периметру Начиная Вот Отсюда Сильно Его не растягиваю Продавливаю И Лишнее обрезаем Пытаемся Заводить Продолжение следует Продолжение следует Да Подрезанный уголок Облегчает работу Очень сильно Теперь Пока до конца Радиатор Еще не вставил Берем Одеваем Патрубки Их так удобнее Отводить Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Все. Оба патрубка одел. Задвинул на место радиатор. А теперь зажимаем патрубки и прикручиваем сам радиатор к корпусу. Используем патрубку. Топ. 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 Так. Хомуты я затянул, радиатор прикрутил. Пока я воздуховод не ставлю, бардачок не ставлю. Заливаю антифриз. Заводим автомобиль. Выгоняем воздушную пробку. лучше всего конечно заехать на небольшой подъем правой стороной, чтобы она стояла у нас повыше, чтобы воздушная пробка выскочила сама ну если что я сейчас домкратом поддомкрачу правую сторону заливай все, залил я антифриз ушло у меня 7 литров когда заливал, поднял правое колесо вверх домкратом, ну поднял высоко, насколько домкрат мог позволить задрать сейчас завожу и смотрим, чтобы у нас ничего не бежало на улице сейчас 39 градусов прогревается очень быстро и радиатор, вот сейчас потрогал его, он уже тепленький циркуляция сразу началась через радиатор печки ну пусть работает а вот и положительная ситуация то есть положительный результат того, что не поставил бардачок не закрыл автомобиль прогрелся и верхний патрубок стал пропускать маленько антифриза подтянул его сейчас протру ну вот сейчас вроде все сухо хотя затягивал вроде бы достаточно но тем не менее вот мокнуть начал все радиатор уже горячий на место завел провод спрячу под него и прикручиваем саморез устанавливаем бардачок подключаем на него разъемы сейчас камеру выше подниму надежно тяп на в это по 100% автор 6 а пол 3 и других у то И устанавливаем наш заключительный уголок. Заводим фиксатор через отверстие и одеваем его на бардачок. Конечно, здесь все в минимальных зазорах. Иначе завод не допускает после 13 лет эксплуатации. На этом все. Замену печки радиатора я закончил. Всего вам доброго.